Цегламенская библиотека номер 16 представляет цветные книги. Международный день цвета отмечается ежегодно 21 марта по инициативе Португальской ассоциации цвета. Учрежден он был в 2009 году. Цвет – один из самых противоречивых феноменов, потому что каждый человек воспринимает его субъективно. Один и тот же цвет, то есть излучение с одинаковой длиной волны, два человека могут охарактеризовать совершенно по-разному. Кроме того, свои особенности восприятия цветов есть у разных культур. В 2009 году Международный день цвета был официально утвержден членами ассоциации, представляющими более чем 30 стран мира. Выбор даты праздника стал поводом для длительных дебатов. В конце концов, отдали предпочтение идее Леонардо Аберашера из Австрии. 21 марта – это дата весеннего равноденствия, когда день и ночь почти равны друг другу. Это символизирует равновесие света и темноты, нашедшее отражение во многих культурах. А цвет – это ведь восприятие человеческим глазом световых лучей. По случаю Международного дня цвета во многих странах мира проводятся разнообразные мероприятия, художественные выставки, научные встречи, дебаты, конкурсы для художников и дизайнеров. Цегламенская библиотека номер 16 предлагает вам познакомиться с книгами, в названии которых так или иначе присутствует цветовая гамма. Начнем мы, конечно же, с подборки книг для детей и подростков. Сергей Аксаков – «Аленький цветочек». Это чудесная сказка, которую Аксаков слышал еще в детстве от ключницы Пелагеи. В ней говорится о любви, верности и самоотверженности. Ведь именно эти чувства помогают разрушить злые чары и превращают чудовище в принца. Однако, прочитав ее, маленькие читатели поймут и другое. Красивая внешность – не главное в человеке. Его чувства и поступки – вот что определяет подлинную красоту души. Так, благодаря красивой и доброй сказке «Аленький цветочек», у которого нет названия в мире цветов, стал символом любви и преданности. Павел Петрович Бажов «Голубая змейка». Сказы Бажова светлы, радостны и жизнеутверждающи. Героям сказов присуща не только любовь к труду, но и крылатая творческая выдумка, и веселая живинка в деле, что впереди мастерства бежит и человека за собой тянет. Есть поверье на Урале про голубую змейку, которая одному человеку золото показывает, а других так заморочит, что те и поубивать друг друга могут. Как-то легендарная змейка попалась на лугу двум закадычным друзьям – Лейко и Ланко. А что было дальше, вы узнаете, если прочтете этот сказ до конца. Сказки Шарля Перо давно занимают свое почетное место в домашних библиотеках. И вряд ли детское чтение обходится хотя бы без одной из них. История о синей бороде – чудесный пример пугающей и поучительной притчи. Синяя борода богат, щедр и обходителен. Почему же все его так боятся? И почему он строго-настрого запретил открывать одну из дверей в своем замке? Моррис Метерлинг «Синяя птица» «Синяя птица» – философская сказка бельгийского писателя и драматурга Морриса Метерлинга о вечном поиске человеческого счастья. Брат и сестра в рождественскую ночь отправляются в удивительное и опасное путешествие. Чтобы спасти внучку феи, дети должны найти синюю птицу. Вместе с необыкновенными спутниками героям предстоит выдержать немало испытаний и осознать, что счастье ближе, чем кажется. «Серая шейка» – известная классическая сказка для детей Дмитрия Наркисовича «Мамина Сибиряка». Серая шейка – уточка, которая не смогла улететь со своей стаи в теплые края, потому что леса перекусила ей крылышко. Проникновенный рассказ замечательного русского писателя – это своего рода гимн бесстраший, воли к борьбе и жизнелюбию. Всемирно известному итальянскому детскому писателю Джанни Радари было всего 19 лет, когда он начал работать с детьми, стал учителем начальных классов. По его собственным словам, в процессе преподавания он нередко ошибался, а дети, возражая ему, помогали эти ошибки исправлять. Возможно, именно работа с детьми помогла молодому человеку сохранить в душе детскую открытость, непосредственность и стремление к справедливости. Добрые, веселые, трогательные произведения и писатели не только полюбились детям, но и были отмечены высокой наградой от взрослых. Сказка «Путешествие голубой стрелы» – это история о том, что чудеса случаются. Главное – верить в них, и не только в новогодние ночи. И тогда все мечты обязательно сбудутся. Проспав пять тысяч лет, злая великаншая колдунья Арахна, проснувшись, обнаруживает вокруг себя волшебную страну с добрыми и беззащитными жителями. Она решает покорить их с помощью желтого тумана, закрывающего солнце и вызывающего зиму. Но Энни, Тим и Чарли Блэк снова готовы прийти на помощь друзьям. Да не одни, а с железным рыцарем Тилли Вилли. «Желтый туман» – пятая книга цикла о приключениях друзей. При чтении кажется, что все шесть сказок написаны на одном дыхании. А на самом деле первую и последнюю разделяет почти половина жизни автора – 36 лет. «Гавриил Троепольский. Белый Бим, черное ухо». Это трогательная история о сеттере по кличке Бим. Когда его любимого хозяина забирают в больницу, Бим оказывается на улице. Ему предстоит узнать, что есть люди хорошие, которые готовы ему помочь, и плохие, которые попытаются использовать его в своих целях или даже избавиться от него. «Белый Бим, черное ухо» – повесть не просто о собаке и ее хозяине. Она о милосердии и жестокости, о дружбе и предательстве, а еще о преданности, на которую способен не каждый человек. А теперь произведения для взрослых читателей. «Черный тюльпан» – один из самых необычных романов Александра Дюма «Отца». События романа происходят не в родной для писателя Франции, а в Голландии – эпохи легендарной тюльпановой лихорадки XVII века. На тюльпанах наживаются огромные состояния, но те же тюльпаны разоряют богатейших людей страны. Тюльпанами торгуют все – аристократы и простолюдины, купцы и политики. За тюльпаны продаются честь, совесть и даже женская любовь. Но однажды цветоводу Корнелиусу Ван Берле удается найти способ выращивания цветка редчайшей окраски и невероятной красоты. Это сокровище может навеки обогатить его или стоит ему жизни. «Красное и черное» – самое знаменитое произведение Стендаля, но прославивший его создателя только спустя много лет после смерти. Начало XIX века. Франция. Чистолюбивый и весьма привлекательный Жюльен Сорель устраивается в качестве гувернера к мэру провинциального городка Верьер. Незаурядный ум и манеры юноши очаровывают всех вокруг, в том числе и жену чиновника. Однако однажды о тайной связи становится известно доброжелателю. Карьера и жизнь Жюльена под угрозой. Но разве с этим не сможет разобраться влюбленная женщина? Роман о молодом и амбициозном карьеристе заложил фундамент будущего психологического реализма в литературе. Его запрещали во многих странах вплоть до середины XX века. Артур Конан Дойл Этюд в багровых тонах Этюд в багровых тонах – произведение знаменитого писателя Артура Конан Дойля, которое положило начало целой серии рассказов под названием «Приключения Шерлока Холмса». Бывший военный врач Джон Ватсон прибывает в Лондон, где знакомится с Шерлоком Холмсом, знаменитым сыщиком, который благодаря своему дедуктивному методу способен раскрыть даже самое тупиковое дело. Их приключения начинаются с загадочного убийства, на месте которого было найдено золотое кольцо и слово «месть», написанное на стене кровью. Жизнь начинающего художника Уолтера Хартрайта, получившего в уединенном имении необременительную должность учителя рисования, навеки изменилась после встречи с таинственной молодой незнакомкой, одетой в белое. Кто она? Почему так отчаянно проклинает какого-то баронета? Что за всадники скачут по ее следу? И, наконец, почему она похожа на одну из учениц Уолтера, словно сестра-близнец? Решив выяснить это, художник, сам того не подозревая, оказывается впутан в загадочную историю, полную тщательно хранимых годами фамильных секретов. Секретов, опасных для всех и прежде всего для того, кто попытается их раскрыть. Джоан Харрис, мальчик с голубыми глазами. В интернете появился новый блогер под ником «Голубоглазый мальчик». На страницах своего журнала он помещает жутковатые истории, подробно описывая то, как он планирует убийство разных людей и всячески отрицая, что он действительно совершает что-то подобное. Ну, разве что он желал смерти брату, который погиб в автокатастрофе. Но ведь желать не значит убивать, правда? Его почитатели восторженно комментируют эти истории. Но постепенно кое-кто начинает подозревать, что все это не пустая болтовня.